Здравствуйте, с вами правкович Татьяна, и мы сейчас с Леной находимся в офисе на Октябрьской, это корпоративный офис, и Лена купила тканевые маски. Вы представляете, вот она сейчас сидит и читает, что там написано. Смейтесь, смейтесь, Татьяна. Нет, дело в том, что вот она мне сейчас вот сказала, что маски появились, я 50 рублей, Лен, 50 штук, вот, 50 рублей 6 штук, вот они вот в таких вот коробочках. Я пытаюсь что-то вам сфокусировать здесь, так, не получается, наверное, надо, здесь у нас, знаете, как-то вот свет, мы его сейчас немножечко вот так вот, а то он прям засветляет. Вот, сейчас вот так вот, у нас вот такая вот коробочка. Лен, давай, чтобы удобнее было, ты ее открой, мы же, я ее первый раз вижу, ты ее первый раз видишь, давай посмотрим, что там внутри есть. Маска, вот, маска, вот, в виде таблетки, тканевый натуральный хлопок, вот, окунайте ее в 20 миллилитров тоника, желательно, да, конечно. Вот такая масочка, вот, используя ее, а ее, наверное, нельзя, это самое, вот сейчас это, ну, распаковать нет, да? А мы, нам не во что накрунуть, у нас только масло кедровое для умывания, скраб, я не взяла тоник. Да, все понятно, ага. Поэтому, к сожалению, вот есть масочки такие, а эту масочку вы можете создать сами, то есть в любой тоник, ну, я думаю, что можно, наверное, и в мицеллярную воду, если вот прям совсем. Мы ее окунаем в наш тоник, либо в мицеллярную воду. Да, накладываем на лицо, расправляем и дальше, продержав ее, ну, скажем так, от 5 до 15 минут, вы ее снимаете, сверху наносите наши сыворотки, можете сделать коктейли с сывороток, потому что их у нас 4, одна из них масляная. И создать себе любую композицию на тот вкус, чего захотела ваша душа и кожа. Так, значит, еще раз, значит, мы окунаем ее в тоник, либо в мицеллярную воду, потом наносим на лицо. Потом наносим на лицо. Ее снимаем, и потом уже все остальные наши крема. Продолжаем уходить, ну, естественно, перед этим я, конечно, порекомендую масло очищающее, масло гидролизированное, кедровое, очень приятно очищает поры, с каждым разом все более интенсивно будет работать на вашей коже. Ну, я уже не достала то, чем я обычно работаю. У меня получилось сфокусировать. Сейчас я секундочку. Уж дотянусь. Но, вы знаете, самое главное, что это недорого, абсолютно недорого. Совершенно верно. Хотела показать, что на нашем масле можно делать вакуумный массаж, потом смыть это масло, потому что обычно масло трудно смывается с лица после массажа. А здесь у вас два в одном. И, естественно, обязательно проговорю, что у нас прекрасный скраб, дыхание клеток. Там очень интересные ингредиенты. Там мелкомолотый кедровый скорлупа ореха и янтарь натуральный. А, то есть раньше был только янтарь был. А теперь еще и скорлупу ореха добавили. Ну, это мельчайшая порошкообразная почти субстанция. В моем офисе девочки, все, кто в торговом центре работает, они знают, что я это люблю. И все понимают, что на самом деле это нужные вещи, давно уже этим пользуются. Так, ну, ладно, раз мы завели разговор про Экспиральту, а вот чем отличается вот это масло новое от нашего старого масла, старой серии? Солнышко, сейчас будет все новое, я поэтому еще не пробовала. Сейчас этого, к сожалению, уже... А, то есть вот эта серия, она уже уходит? Ну, скорее всего, да. Я не знаю, с чем она связана, я новую не пробовала еще. Так, ну, вы знаете... У нас всегда новое, это прекрасно добавленное, созданное великолепное композицию. Улучшенные старые. Улучшенные старые, на самом деле. Просто так, только поднять цену не всегда делается. Да, с первого ноября... Скорее всего, не делается, но важно, что это будет, на самом деле, очень классный продукт. С первого ноября у нас цены поднимаются. Поэтому я и говорю, что я 7 лет работаю с компанией, и каждый раз что-то новое появляется, и всегда это лучше предыдущего. Хотя, вроде как, куда лучше вы, всегда найдут куда. И сейчас вот масло гидролизировано, гидровое для меня, вот видите, еще новые возможности работы с лицом. Вы знаете, вот у меня получилось тут сфокусировать. Давайте я вам прочитаю, что здесь написано. Вот смотрите. Так, еще разок. Оп, все получилось. Так, состав хлопок 100%. Способ применения. Пропитайте маску тоником. Так. Или любым другим тоником сибирского здоровья. Из расчета. 20 мл тоника на одну маску. Положите маску на лицо, расправьте. Нанесите потом ссылку. Ну, в общем, все то, что мы сказали. Так, это вы еще и сами прочитайте. Так, а какой результат мы с этого получаем? Здравствуйте. Здравствуйте. А это Галя к нам пришла. Мы пристроились хорошо. А мы уже видео снимаем. Понятно. То есть вы здесь это, хорошо так. Да, мы здесь очень хорошо. Какой результат от этой вот маски? Что мы получаем? Эффект какой будет? Чего говорят-то? Какой хотим мы эффект иметь? Обычно какой мы хотим эффект иметь? Ну, чтобы машинки разглаживались, чтобы кожица подтягивалась, питалась, увлажнялась. Тут же итог. То есть любая маска, пропитанная, ну, в данном случае тоником, она будет, в зависимости от того, какой тоник, она будет либо увлажнять, либо питать его. А, то есть это получается чистый хлопок. Мы напитываем его нашими. Слушай, а ведь, наверное, можно будет его напитать кремом. Не кремом, а сыворотками, которые концентрированные, конечно. Можно и там сделать, почему нет. Только вот просто, насколько это будет экономично или нет, каждый решает для себя. Понятно. Значит, если вы чем хотите, тем и напитаете. Вот, вот, наконец-то мы дошли до сути. Я бы вам вообще могу, нет, я, конечно, такое не посоветую, но у нас появились с АШС гиалуроновой кислотой, коллагеном и витамином С, питьевые, то есть вы их растворите, делайте для себя коктейль гнутый. Ну, отлейте чуть-чуть и сделайте масочку на лицо. Я думаю, масочку на лицо можно будет. Слушай, ну мы делаем всякие коктейли ведь. Конечно. Всякие разные, вот я себе столько БАДов намешиваю, как в один стакан, беру вот эти капсулы, просто высыпаю, прям вот несколько штук разных и выпиваю. Ну, мне это хорошо. Тебе это хорошо. Главное, чтобы они правильно функционировали. Мне больше нравится все-таки разделять. Вот, они там нормально функционируют. Вот, то есть мы можем эту салфеточку пропитать любым составом. Ну, как вариант, конечно. Даже можно тем же кедровым маслом напитать. Ну, в общем, почему-то нет. Потому что я знаю некоторые клиентки, ну, по неопытности некоторых партнеров, ходили целый день в этой масочке. Не в маске, а в кедровом масле. Просто нанесли и пошли, забыв смыть ей. Ну, нормально. И прекрасно себя чувствую. Я говорю, ты знаешь, у меня прыщики там какие-то были, прошли, и всё. Я говорю, да ещё бы, конечно, кедровым маслом-то умываться. Почему бы нет? Но тут ещё и не умываться, а маску, считай, сделали на весь день. Я не знаю, как это такое получилось, но вот... Ну, хуже, хуже не будет. Однозначно. Это я точно знаю. Потому что с сибирским здоровьем им навредить просто невозможно. Ну, чего? Нельзя навредить. Я думаю, что нет. Лен, вот ты понимаешь, я уже сколько экспериментирую, всякие разные варианты. Я к этому отношусь как американцы. Я хочу, чтобы было написано, что в розетку пальцы не вставлять, или вилки, и так далее. Всё равно надо читать то, что написано. Нет, ну, понятно, понятно. Вот как я говорю, намешала это, 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 и там инвамин, и инкобелоп, и туда же, и ещё чего. Это только Татьяна может. Нет, почему, кстати, не только я. Да, ну ладно. Вот. И, вы знаете, очень хороший эффект получается. Да и некогда мне всё это по отдельности. Я хлоп-хлоп всё туда, залила компотиком, и хуй туда, и всё, и очень замечательно. А потом ещё капелек накапать этих, как его, корень, корень, корень. Вот сейчас вот, кстати, простудные заболевания начались. Все прививки понаделали от гриппа, начали все болеть. Вот, и вот, вы знаете, вот этот вот корень, он реально здорово спасает. Иммунобустер, да? Иммунобустер. Я утром встала, раз под язык, две пипеточки, кофейком запила и побежала. Всё. И обязательно нос намазать секретом лекарь, тот, который жирный. Аня, с меня убери камеру. А то подумай, что я рассказываю. Не-не-не, всё хорошо. Так, ну, мы с вами это видео заканчиваем. Всё, до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok